Монастырская кухня Олег Робинов И Максим Сырников Я сегодня хочу приготовить Такое вот интересное блюдо одно Я готовил уже много раз Скумбрию на этой кухне Готовил гречники А вот сейчас я хочу Приготовить то и другое в одном блюде Вот вместе Ой, здорово Ну вот, и потом еще приготовил с тобой творожную запеканку Но немножко по-другому Опять же, мы готовили много раз Разные творожные запеканки Сегодня приготовлю ее В таком особом варианте В общем, будет вкусно Я творожную запеканку очень люблю Да, ну тогда будь добрый Вот немножко сюда водички налей Буквально на сантиметр одна И мы заварим гречневые хлопья По-разному можно готовить гречники Я уже много раз готовил их Из разваренной гречневой крупы Из гречневой каши И из хлопья тоже готовил Напомню, что такой хороший есть продукт Это та же самая гречневая крупа Только пропаренная и продавленная Вот как есть хлопья овсяные, например Вот это хлопья гречневые Мне очень нравится Вот из них готовят Они сохраняют вкус Наш любимый вкус гречневой каши Но при этом очень удобно в приготовлении А что я... Я благодаря тебе открыл этот продукт Да, а я вот совершенно случайно Ну, благодаря производителю открыл Я сейчас кипячу воду горячую И просто залью кипящей водой эти хлопья Дам настояться И после этого сделаю гречники Вот пока у меня будет настаиваться Я приготовлю рыбную Но это будет не начинка У меня осталось С сегодняшнего засола утреннего Половинка скумбрия Я сейчас сниму филе С костей И приготовлю такую вот Нехитрую рыбную Гречники это что-то вроде таких гречневых котлеток, да? Ну, разные формы Сейчас мы с тобой поговорим об этом Потому что это очень интересная тема Вот я заливаю кипятком хлопья И даю настояться Они должны распариться Размягчиться И превратиться в такую гречневую массу Что касается гречников Разная форма может быть И плоская, и так далее Вот, кстати, помнишь Вот у Шмелева Лето Господне Там зазывало на рынке крещит Горячие гречники Черепейники Подходите, там и так далее Но изначально Как раз вот такую Рыночную, ярмарочную Форму гречников Делали с помощью Стакана То есть вот эту массу Гречневую Из разваренной гречневой каши Не из хлопьев, конечно Когда-то это делали А именно из гречневой каши Разваренной Добавляли туда там Ну, в постном варианте Могли муки добавить С коровным яйцом, например И вот эту массу Набивали плотно-плотно-плотно В стакан И прямо из этого стакана Отправляли в кипящее масло Растительное То есть прямо раз И там все это обжаривалось И получался такой Усеченный конус Как бы Вот Это была форма, кстати Традиционная Русского головного убора Крестьянского Я все-таки сниму с кожи Филе Кости основные Я удалил То есть целое такое Небольшое научное исследование было Да Ну вот Ты знаешь Я совершенно случайно До этого как-то дошел Потому что нигде в литературе В такой вот Кулинарной исторической Этого не было Пока вот я действительно Не перечитывая Аксакова Я не наткнулся На вот это упоминание Шляпы грешникам Ага И начал Выяснять, собственно говоря Я бы даже не обратил внимание Посоветовался с моим Там давним Таким замечательным Приятелем Этнографом Даниилом Крупчуновым Он замечательный Этнограф И он действительно подтвердил Что такая форма Существовала Нашел Свидетельство Вплоть до фотографий Конца 19 века Второй половины 19 века Вот именно крестьяне В таких шапках Есть, да Я видел эти фотографии То есть Действительно Грешник Усеченный конус И крестьянская шапка Грешникам Тоже усеченный конус Такая интересная То есть не грешники От шапки пошли А наоборот Шапка в форме грешника Совершенно верно Я очень люблю Великий Новгород Потому что И работа моего дедушки Василия Васильевича И папы Юрия Васильевича Связана с Новгородом Они много фотографировали там Мой дедушка Занимался реставрационной фотографией В принципе первый Кто стал ей заниматься В Советском Союзе Вот Он еще до войны работал Главным фотографом Третьяковской галереи Потом ушел Добровольцем на фронт Потом вернулся туда же К музейной работе Вот И очень много книг По древнерусскому искусству Как раз проиллюстрировано Фотографиями Моих дедушки и папы И поэтому в Новгороде Они очень много снимали Работали И в Новгороде жили Их друзья Они прямо работали На территории Кремля Вот где Софийский собор Прямо зайти там В небольшой дворик Внутри Кремля И там есть такая Реставрационная мастерская Мастерская грековых Вот Они грековые Александр Петрович греков Человек Ну Он очень дружил Они дружили вообще Это семья с моей семьей И с моими дедушкой И папой И я помню В детстве мы к ним приезжали Были у них в мастерской И мастерская Это было совершенно уникальное место То есть чем они занимались? Они восстанавливали фрески Вот там есть церковь Неподалеку от Новгорода Спаса на Ковалеве Замечательная церковь И во время войны Там взрывались бомбы Вокруг нее И что произошло с фресками? Фрески просто осыпались на пол Поскольку фрески Они пишутся по сырой штукатурке Поэтому это получается Вот как штукатурка там с потолков Иногда у кого-то дома осыпается Также осыпались вот фрески В этом храме И вот разработал уникальную методику Как собирать по кусочкам То есть как мы собираем сейчас Например, какие-то вот такие мозаики Так он собирал из этих кусочков Вот на таких же противнях Только очень больших На таких листах Он собирал вот как раз сюжеты фресок То есть на самом деле Это кажется все так просто Ну это конечно совсем не просто На самом деле это действительно Подвижническая работа Потому что понять откуда Какой кусочек очень сложно Олег, давай я отвлекусь на минуточку Потом я тоже расскажу о своем Отношении к Великому Новгороду А сейчас просто расскажу, что я делаю Вот эту заваренную массу Из гречневых хлопьев Я ее подсолил и добавил туда яйцо Как следует вымешал Вот у меня кусочки скумбрии Которые я тоже подсолил слегка Выкладываю прямо сверху На эту гречневую массу Ну кстати это не обязательно Вот именно скумбрия должна быть Но мне кажется, что со скумбрией Это будет особенно вкусно Вообще у нас как-то не все понимают Прелести сочетания гречневой каши Гречневого вкуса с рыбным вкусом Вот на мой взгляд Это одно из самых замечательных Сочетаний Я полностью согласен А еще и вот с такой жирной рыбкой Конечно, они друг друга пропитывают Еще я нарезал луковичку Ну немножко совсем Подсолил ее тоже Помял руками Чтобы сок выступил Сбрызнул сейчас вот Маслом растительным И выкладываю Сверху лук Он тоже должен немножко обжариться В духовке у нас Отправляю в духовку Минут на 15 На довольно-таки Высокую температуру То есть где-то 200 градусов У меня будет Ну и пока Все это готовится в духовке Мы с Олегом приступим Помимо разговора Про Великий Новгород Еще и попытаемся сделать Такую очень интересную Творожную запеканку Гречники с рыбой Гречневые хлопья залить кипятком И дать набухнуть Затем вбить яйцо и подсолить Хорошо размешать Филе с кумбрией снять с костей И нарезать ломтиками Лук нарезать полукольцами Посолить, помять и сбрызнуть маслом Сформировать из гречневой массы Плотные плоские котлетки И выложить на противень Поверх кусочки рыбы А сверху лук Запекать при 200 градусах 15 минут Ну что, Олег, давай попробуем Приготовить запеканку Давай Рецепт для меня новый Сразу скажу Но такой он довольно интересный Творожная запеканка С рисовой мукой И крахмалом Интересно, да Крахмал, к слову сказать, кукурузный Логично было бы использовать С рисовый крахмал Но мне его под рукой не оказалось Поэтому я взял кукурузный Попробуем, что из этого получится Творожок 5% Из пачки, из магазина Такой вот он зернистый Я все-таки хотел бы его сейчас С помощью блендера Сделать менее зернистым Вот, но сначала добавлю Прочие ингредиенты А прочие ингредиенты Будет вот что Я добавлю Одно яйцо Сырое целиком И один желток Можно и два яйца добавить Можно одно яйцо добавить Но вот у меня каприз такой вышел Одно целое яйцо И один желток Желток с творогом Дает и структуру вот этого творожной массы И в сырниках, в запеканках В начинках творожных и так далее И цвет красивый дает Я добавляю Вот тот самый кукурузный крахмал Ну где-то вот столовая ложка сверху Я добавляю рисовую муку Две с половиной ложки Ну и вот сахарную пудру добавлю Можно бы сахарный песок Но раз уж такое все у нас Сегодня утонченное То пускай будет сахарная пудра Да, и все похоже одно на другое Да И еще я добавлю обязательно щепотку соли Потому что Соль, на мой взгляд, обязательно должна присутствовать Даже если это сладкое-сладкое Все равно Щепотка соли должна быть Немножко оттенить вот это все Да Ну и чтобы уж совсем завершить Ты знаешь, я не люблю всякие ванилины искусственные Либо использую натуральную ваниль Либо не использую ничего Ну, в смысле, ванильное Такое искусственное Но сейчас я добавлю Цедры лимона Чтобы вот такой вот аромат был Да, вот на мелкой терочке На такой Натру Именно цедру То есть вот ту желтую такую кожурку Которая поверх белой на лимоне у нас находится Как раз будет яркий такой цитрусовый оттенок Да А ты знаешь, кстати, я не знаю, правда, откуда Господин Пахлёбкин вот эти сведения, где он отыскал Но у Пахлёбкина написано, что, например, в Древнем Риме Использовали только сок лимона А цедры старательно избавлялись, потому что считали ее запах невыносимый Неприятный Немножко странно Может, там лимонки другие были? Может быть, не знаю Ну, Пахлёбкин, Пахлёбкин, почему-то так написано Я нигде более этого не встречал, кроме какого-либо в носилище Ну, возможно, он и правда В Риме там идешь, лимоны растут Ну, да, конечно, не только в Риме, а вообще по всему среднему морю Ты знаешь, я как-то работал на острове Закен С очень известным в Греции шеф-поваром Это греческий остров Закен, который находится недалеко от берегов итальянских И вот этот шеф-повар, он решил меня угостить собственным приготовлением таким лимонным ликером И я неосторожно произнес слово «лиманчелло» Я думал, он и меня никогда больше со мной разговаривать не будет Никогда не помирится Мне пришлось извиняться Потому что мне было разъяснено, что лимончелло – это то, что коварные итальянцы украли у бедных греков На самом деле это греческое изобретение Назвали по-своему Назвали вот этим, да, неприятным итальянским словом лимончелло Греки очень трепетно относятся к своим изобретениям, особенно в отношении итальянцев Особенно, кстати, ионические греки, потому что они еще помнят, как все эти самые времена Для них крайне неприятное Когда-то венецианское Венецианского, да, венецианского владения Кстати, поэтому особо чтут нашего святого, общего, кстати, святого, воина Феодора Ушакова И я был на открытии памятника на острову Корфу в Киркире Феодору Ушакова И видел просто вот искренние отношения простых, что называется, греков, которые приходили Притом какие-то батчики такие явно провинциальные откуда-то приезжали с иконами Феодора Ушакова Стояли, притом какой-то одинокий батчик, я помню, вот он стоял с этой иконой, стоял около памятника Это было очень трогательно Олег, я сейчас вытаскиваю гречники, они у нас уже готовы Со скумбрии И на их место отправляю Посмотри, что получилось Ой, здорово И на их место сейчас отправлю запеканку, вот только перевожу ее сначала в форму Я уже предвкушаю, как это будет вкусно, потому что творог с лимоном, такое приятное сочетание, мне кажется, очень Безусловно И не перегружено там, ну вот как там, манной крупой Да, да, да И проще, немножко рисовой муки, немножко крахмала Ага Да, потому что у манки свой вкус такой прям Ну, с другой стороны, я, например, люблю запеканку, творожную с манкой, это тоже вкусно Ну, а сегодня попробуем по-другому Отправляю в духовку, температура не очень высокая, где-то я сейчас ее понежу градусов до 175 примерно И думаю, что за полчаса, ну минут за 40 запеканка наша приготовится Придется подождать Запеканка с рисовой мукой Творог смешать с яйцом и желтком Добавить крахмал, рисовую муку, сахарную пудру и щепотку соли, а также цедру лимона Хорошо размешать миксером Выложить массу в форму и выпекать 40 минут при 175 градусах Ну, а давай пока попробуем скумбрию на гречнике Такие они крупные прям Да Ну, это такая самостоятельная закуска, абсолютно вот, достаточная Очень красиво Перекус, попробуй, пожалуйста С огромным удовольствием И сделаем фото Я тогда еще, знаешь, вот я считаю, что, извини, я знаю, что, я думаю, что очень уместно будет посыпать укропом и чуть-чуть зеленого лука добавить Совсем немножко Это будет и красиво, и я думаю, придаст такой аромат приятный Легкий, 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 легкий Ну, а я тем временем расскажу тебе про свое, свои впечатления о давней, о Великом Новгороде Может, тебя послушаю Вот ты упоминал храм Спаса на Ковалеве Да Я когда-то, это был, 88-й год Я там оказался, ну, помогал рабочим был в такой вот экспедиции, которая занималась В том числе и реставрационными работами В двух храмах Новгородский, вот Спас на Ковалеве Но это не совсем Новгород, это там несколько километров от Новгорода И в самом Новгороде есть знаменитый такой Спас на линии улицы Очень люблю этот храм Да, на линии улицы, где даже, ну, к сожалению, плохо сохранившиеся фрески Феофана Грека Но меня поднимали на лесах наверх, и я вот прямо с близкого расстояния все это рассматривал И еще помогал ремонтировать часозвонья в том же самом Новгородском Кремле Представляешь, это вот после 88-89 год И, кстати, почему-то вот я очень запомнил хорошо, что было очень мощное сопротивление Вообще, вот местные чиновники того времени Вроде казалось уже, то, что называется, перестроечные времена Но почему-то очень не хотели устанавливать эти храмы Вот именно с точки, то есть, ну, как музей еще, ладно, туда-сюда Но не дай бог, это будет какой-то религиозный потоплюк иметь А тем не менее, Спас на линии улицы, она всегда просто была закрыта Да, сам храм был закрыт И нам специально, с нами местный там какой-то дядечка, чиновник ходил, открывал своими ключами И мы вот там тут полазили, посмотрели и наверх поднимались Великий Новгород, это абсолютно уникальный Вот если посмотреть на его историю, еще вот на русское средневековье Конечно, абсолютно Да я делал даже не в архитектуре, а вот в таком, в идеологии, я бы сказал Потому что все-таки это республика Несмотря на то, что я там, будучи монархистом, но тем не менее, снимаю шляпу, не существующую перед новгородцами того времени Которые абсолютно были вот этому самому подлинному народовластию какому-то обраду Очень здорово Захотели, пригласили к нему, надоел, прогнали В общем, да, почему бы нет Я хочу сказать про блюдо, оно очень вкусное, здорово И действительно, вот эта вот гречневая такая основа, она прям чувствуется очень хорошо И пропиталась одно другим, и очень вкусно Прекрасно, я очень рад, ну и ждем, когда будет готова сапеканка Выглядит очень вкусно, Максим Ну, прекрасно Олег, давай попробуй, вот, я тебе специально с краешка отрежу Серединка я уже попробовал, серединка прекрасная Ну, давай вот Она такая, может быть, запеканка, как творожная запеканка, может быть, не совсем привычная Но попробуй, с хорошей сметаной Ну, и рекомендую тебе еще, поскольку сахара там не очень много Ну, вот, давай попробуй еще и варенье Вот какое-то интересное варенье Абрикосовое варенье, ну, абрикосовое варенье очень вкусное Очень здорово Вкусно А вот все-таки там наличие крахмала и рисовой муки, оно меняет вкус привычной нашей творожной запеканки Вкус творожной запеканки Да Ну вот, но нисколько не портит и очень превращает в нее нечто новое Мне очень нравится там цедра лимонная Цедра лимонная тоже хорошая, конечно Очень хорошо Надо будет подумать мне в следующий раз над таким более внешним видом каким-то таким Потому что я привык к нашим запеканкам традиционно русским Здесь нужно немножко так вот как-то форму придавать и, вероятно, как-то украшать еще Конечно, мне очень нравится Нормально, вкусно Мне тут я попробовал, мне очень понравилось тоже Я считаю, что наша сегодняшняя трапеза удалась, мне очень понравились гречники со скумбрией Да Тебе тоже И разговор наш в Новгород вспомнили Да и запеканка тоже не дурна Очень хорошая запеканка Дорогие друзья, с вами была Монастырская кухня Олег Робинов и Максим Сырников Подписывайтесь на нас в интернете С нами вкусно и интересно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!